Пикуль это сказочник. Мой соавтор, Светлана Савченко, с ним как-то беседовал как раз на эту тему. То есть, ну, она человек очень такой тактичный, поэтому она его тактично спросила, зачем он постоянно врет в своих книгах. То есть, ну, характер гораздо хуже, чем у меня. Так вот. И он сказал, говорит, а чего, я же, говорит, деньги зарабатываю. То есть, кому-то нравится больше пельмени со сметаной, кому-то с майонезом. Это, мол, дело вкуса. Вот чисто для примера того, насколько хорошо пишет Пикуль об истории. Вот у него посвящено русско-японской войне две книги, да? Вот у него скрещено в описании, как русская эскадра идет, два японских крейсера, Идзуми и Идзума. То есть, один это броненосный здоровый крейсер, навещан в это время. Другой это допотопный бронепалубный крейсер, самый древний в японском флоте. Так вот, но они у него превратились в один корабль. Вооружение у него взято такое ощущение, что он одного вооружения умножил на вооружение другого. То есть, он получился еще и намного сильнее. У него постоянно фигурирует там, вот так, в англичанах были, допустим, два линейных корабля. «Принц оф Уэллс» и «Дюк оф Йорк». Вот у него в книге, по-моему, «Рекинг-Кранд-Пу-17» фигурирует пятивинтовой, не знаю, откуда он пятый винт там взял. Так вот, линейный корабль «Дюк оф Уэллс». Вот это все, что нужно знать о Пикуле. Это фантастика. Вещь вполне себе антинаучная. То есть, ну как, вот отличие между Пикулем и Дюма принципиальное только одно. Дюма пишет, что я изнасиловую историю, но зато какие бы очереди дети. А Пикуль пишет на своих произведениях документальная повесть. А так вот, вот Дюма читаете, вот как у Дюма про историю, вот примерно так и у Пикуля. Спасибо. 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 Спасибо.